МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечная память и вечная слава. У агрогородка Красная Гомельского района сегодня прошло перепохование останков мирных жахаров и червона армейцев. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня в Беларуси прошел агульно-республиканский субботник. На Гомельшине удел УИМ приняли около 435 тысяч человек. По попередней информации, у фонд субботника будет перелечено 1 миллион 310 тысяч рублей. Гэтые сродки будут накерованные на проведение работ по захованию историко-культурных каштовностей, проведение упорадок летних оздоровленших лагеров и доброупорадкование населенных пунктов. При этом шмат хто принял удел у субботнику на своей малой родиме. Головная задача субботника любого оздоровнив районного областного и республиканского – наведение парадки на земли. Нельзя сказать, что в уходниках есть проблемы с доброупорадкованием, а после зимы за всюду есть на что звернуть увагу. Причем отповедные работы тут начались еще у саковиков. За час проведения месячника высадили кайя трех тысяч древ. Та речи – традиция зеленения города. В уходниках наличие уже больше 100 годов. В уходниках к своесобливым центрам проведения субботника стал городский парк. И он был посаджен еще на проконце 19-го сагодя. В 2010-м, подчас подрактовки до дня белорусского письменства, аварийные древы спиловали, а лени которые больше 100 годовые насаджения. Тут можно убачить и зараз. Наместник керевника администрации президента Владимир Жауняк на свою малую родиму проезжая разом с помощником президента, инспектором по Гомесской области Юреем Шулгейком и наместником старшиня Гомесского аппарата Конкама Владимиром Приваловым. Перед тем, как долучиться до проведения субботника, яны сусыркаются с тренерами и выхованцами районной детячей юнацкой спортивной школы. Зараз у нее и займается коля 500 детей и подлетков, у никого яких прозеры чемпионату Беларуси, Европы и Свету. Размова подчас сустречи об спортивных достигнениях и планах на будущую, финансовом стане установы и ожиданиях горожан займаться спортом. Започнем, как высытается. Проблем нема. Школьные тренажеры красаются популярностью у дорослого населения, которое можно займаться в залах в вечерний час. Сустреча завершается пропановой разом посадить на территории Центрального парка спортивную аллею. Сейчас мы садим спортивную аллею, выбрали деревца Туя. Пришли наши воспитанники. Среди них есть призеры, чемпионы области Республики Беларусь и Европы мира. Наместник, керевника администрации президента Владимир Жавняк, опасаться в спортивной аллее и принимая активный удел. Кажется, что колледжи в уходниках, займающие одразу неколькими видами спорта, зараз столько свободного часа у нема, а лез физической культуры, себя бруя по ранейшим. У Вогли на своем малой родине Владимир Жавняк бывает достаточно часто. И завсюду с задовольнением принимая удел у проводимых в громадскокористных мероприемствах. У Тымлику в субботниках. С трепетом и радостью я еду на малую родину, скажу вам честно. В этом году мне так посчастливилось, что уже третий раз я приезжаю на малую родину. Второй субботник. И я скажу, что это очень здорово. Во-первых, понимая о том, что здесь родился и вырос, состояние трепета, восхищения, особенно когда видишь, как все меняется в лучшую сторону. Посадить как можно больше зелени, наверное, в этом и есть смысл. Значит, будет чище воздух, и мы будем здоровее, и наши детки. Александр Тюров, Евгений Макеенко, телерадио-компания «Гомель», Сходник. Зрабить «Гомель» еще пригожейшим. Працованный десант сегодня працовал на озерах по улице Петруся-Бровки. В его составе представники областной и городской улады, а так само министр жильево-коммунальной господарки Александр Терахов. Разом они высадили саджанцы Ивы вокруг одного з озеров. А потом упрыгожили молодыми елками новое место отпочинку для жахаров и гостей города – парк семейных древ. Доброе надворье сприяла зладженной праце. Город Гомель – любимый город, родина, малая родина. Сегодня все члены правительства, высшие руководства страны разъехались по своим уголкам, где они родились, для того, чтобы внести свой вклад в развитие нашей страны, в благоустроенность, повышение уровня благоустроенности. Самое главное – это сегодня озеленение. И вот, если вы видите, мы в этом прекрасном месте, в семейном парке, где гомельчане приложили свою руку, в том числе с руководством города, с руководством области, внесли свою лепту. Десяток этих елей украсит эту территорию. Почему ель? Здесь есть несколько причин. В первую очередь – это вечно зеленое дерево. То есть оно будет радовать гомельчан и зимой, и летом. Во-вторых, конечно, сама по себе елка, она меньше, скажем так, производит загрязнение, меньше нужно ее обслуживать, меньше ее нужно благоустраивать, нет листвы. Ну и, в-третьих, для детей, я думаю, это будет тоже радость, в том числе в новогодние праздники, прийти здесь, покружить хороводы, просто по-семейному отдохнуть. Я сюда с большим удовольствием в этот день прихожу, вот, своими сотрудниками сажу деревья. Не потому, что это, ну, так положено по должности, но я вообще очень люблю зелень, люблю зеленые насаждения. Когда получается на даче время, обязательно занимаюсь садом. Ну, грядок нет, но сад есть. Вот, научился и сад возделывать, и ухаживать за ним. Поэтому, на самом деле, это очень увлекательно, и, главное, это очень полезно и красиво. Поэтому то, что мы, вот этот почин, который есть у нас уже, ну, еще и наши родители, это все начинание затевали. И оно сегодня продолжается, и активно участвует в этом горожане. Ну, на мой взгляд, это и здорово, и очень дорогого стоит. Потому что, посмотрите, сколько людей сегодня вышло. Я очень благодарен им. До республиканского субботника долучились амаль 150 тысяч гамельшан. Зароблено 490 тысяч рублей. А пошние штрихи до природного хороства додали сегодня у Гомельским парку. На всей его территории працавало около 40 команд. Все летом музей Палацево-Парково ансамблю отцветкует 100-годовый юбилей. Тому каждый и мкнулся при унести крыху своего клопоту у то, как любимый куток Гомельщины, его туристический бриллиант, взял еще ярчей. Выбрать клумбы, на которых вот-вось расцветут тюльпаны, взялись депутаты. У выход у парк с его весной веселкой кветок визитная карта усяго Палацево-Парково-Ансамблю. В общем, депутаты, а их на всех узровнях свыше 3,5 тысяч человек, долучились до доброго парадкования региона еще у Саковику. Дякуючи агольным намаганням, у районных и сельских населенных пунктах без улику Гомеля высаджено больше 40 тысяч древ и кустов. Насаджения з'явились литерально на кожной пустыче. Здесь более 200 человек работает на всех территориях. Каждый носит свою лепту именно в жепчужину нашего города, визитную карточку нашего города. Все люди, которые здесь когда-то побывали, всегда хотят сюда вернуться. Поэтому вот буквально еще несколько дней зацветут наши тюльпаны, но должны наши клумбы быть в красивом обрамлении, в красивой травке. Поэтому сегодня, вы видите, и проводятся работы по вскапыванию земель, по уборке старой листвы. Работа сегодня кипела во усих районах областного центра. Молодые древцы и кустарники з'явились на аллее Гомельского областного управления Следующего комитета. Памятный знак у парку фестивальной усталявали у вересня 2017 года у гонор 6-й годовины утворения Следующего комитета Беларуси. Праз месяц тут высадили аллею с 15 кленов и 5 лип. Кожный год у весну следшие протягивают доброупорадкование территории вокруг памятного знака. Все лето упасаться новых древ на аллее удельничал и наместник старшини Следующего комитета краины Сергей Азимша. Уродженец Рэджицы, былый прокурор Гомельской области, вернулся на Малую Радзиму, кабунести свой уклад у озеленения нашего региона. Прекрасный весенний день, прекрасная погода. Я надеюсь, что город от того, что появится больше деревьев, Гомель всегда был зеленым городом, а сейчас он будет еще более зеленый. И чувство сопричастности к этой работе, я думаю, для каждого следователя, для каждого, кто принимает сегодня участие в субботнике, останется очень теплым воспоминанием. Я с удовольствием сюда приезжаю в Гомель. Здесь прошло все мое детство и юность. Здесь, я считаю, в профессиональном плане я сформировался. До Республиканского субботника долучились сопрацовники всех территориальных подразделений Следующего комитета в Гомельской области. Под час Республиканского субботника особная увага добраупорядкованию помнеков и мемориальных комплексов. На переддень святкования 75-ти годзе вызволения Беларуси их треба привести в належный выгляд. Так, депутатские корпусы и активисты Громадского объединения Белая Русь сегодня заклали фруктовый сад каля помнека девчонам-зенитшицам у Чигуночном районе Гомеля. Восемь молодых вишень у першем шерегу символизуют тих невядомых девчат, які загинули у першой месяце войны при обороне Чигуночного вузла. За ими яблони высаджены огонор мирных жахаров, які похованы на этой территории у братской могиле. Про з некольких годов квятнейшие древы будут нагадывать усім о подвигу девчон и охвярах страшной далекой войны. Администрация железнодорожного района активно поддержала эту инициативу и приобрели и яблони, и вишни. И чтобы этот яблоневый сад затветал каждый май в следующем году и последующие годы. И напоминал нам и тому поколению, которое будет после нас, что вот это чистое небо нашей Белоруссии завоевано и пожертвованию тем, и отданием их жизни девчонок, этих зенитчиц и тысячи белорусов, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Для жителей Сельмашевского микрорайона да и железнодорожного района города Гомеля в целом этот памятник является символическим местом. И своим примером мы хотим показать подрастающей молодежи, как правильно необходимо помнить свою историю. И в рамках патриотического воспитания они должны знать имена своих героев, тех людей, которые в годы Великой Отечественной войны защищали наш город. Для меня город Гомель является малой родиной. Я сегодня не мог не поприсутствовать на данном мероприятии. Часткой працовного десанта стали и подлетки, которые стоят на разных видах профилактического улику. Молодь допомагала с уборкой на десяти пляцовках в городе Гомеле. Одна из них – территория Калягомельского державного профессийного лицея будовников. Тут на допомогу администрации установы пришло калипятидесяти человек. Яны прибирали покинутые после зимы сметти, приводили у парада клумбы и фарбовали архитектурные формы. Наши дети ничем не отличаются от всех остальных. И поэтому, конечно, они должны внести свой вклад в то, чтобы наш город стал красивее, чище и лучше. Посыл, который шел именно от нас – это всегда жалко ломать то, что сделал своими руками. И здесь цель такая же – убрал город, береги эту красоту и чистоту. До корыстной прасы долучились у всех, кто на выходные застався у Гомеле. Колись злоуленные на месте злочинства, сегодня хлопцы робили добрую справу за довольнением. Яны показали, что сдольные працовать и клопотиться об новокольном осеродзе. У агрогородку Красное Гомельского района сёння пройшло перепахование останков больше как 130 человек, загинувших в 1941 году. Свой покой яны знайшли у братской могиле. В осенью минулого года начались пошуковые работы на территории Красненского сельсовета. Прыгладное место останков показал сын видоводжцы тех жудесных падей. Батька у Владимира Котова бачил, как фашисты расстреливали пленных военнослужащих Червоной Армии и мирных жахаров и его вёски. Хлопцу было осягого 18, когда он дал обещание умирающему солдату похавать тело загинувших. И вот сыну удалось стримать слово «батьки». Останки с ушанованием и по православных традициях отдали земли. 131 человека нашли. Дети, женщины, мирные граждане и солдаты. Это был один ров, но длина его была где-то около метров 300-400. Это отрезок, скажем, рва. Чувствуется ужас и страх войны, потому что здесь были и мирные жители среди них, дети 8-12 лет, красноармейцы пленные. У них были прострелы за стылочную часть. Разом с останками под шаз раскопок нашли больше за 800 с подорожных предметов у основных это особистые речи. Работы по установлению именов усих загинувших тут протягнутся. Уроки для дорослых от выратовальников. У Центра безопасности житейности при специализованном лицее МНС провели занятки для особ с группы Рызыки. Гостям не только рассказали о правилах поводзина в надзвычайных ситуациях, но и показали на практице наступство неосережного обходжения с огнем. У трех макетах домов выратовальники смоделировали ситуацию с загоранием матраца от цигареты сметцевого ведра за непотушенной запалки и реча на балконе за цигарету яка упала с верхних поверхов. В глазах участников профилактического мероприятия наблюдалась заинтересованность. Они с удовольствием выполняли все задания, которые им необходимо было справиться. И данное профилактическое мероприятие будет носить традиционный характер. Такие формы профилактической работы с практичными прикладами дозволяют больше якосно засвоить и замоцовать правила безопасности. Кроки на гулки у Гомеля презентовали первый белорусский проект гуковой навигационной системы. Мероприемство стало часткой Республиканского Совета Белорусского Товариства Инвалидов по Зроку, который сейчас проходит у Гомеля. Новый проект сделает неведущих людей больше мобильными и позволит им перемешаться в просторы с докладностью. Основой системы электронный гуковый информатор, который размещается на доме. Он подает специальный сигнал, на который движется инвалид по Зроку. Дистанционно включить динамик можно без бесплатный мобильный додаток Баспоинт. Программа показывает мягчимые маршруты в зоне действия системы и включает необходимый информатор. С помощью системы можно выкликать специалистов разных ведомствов и организаций и найти додатковую информацию об объектах. Например, расклад работы. Сегодня работает на двух языках. Английском и русском. Это рассчитано на наших иностранных гостей. И в ближайшее время будет эта программа на белорусском языке. Министерство труда и социальной защиты через комитеты соответствующих облсполкомов нашим людям с инвалидностью по зрению выдают за 20% стоимости смартфоны. Единственное, вот здесь просьба, пожелание, чтобы эти смартфоны выдавали не самые дешевые, а выдавали соответствующими техническими характеристиками, которые позволяют получать именно от этого смартфона реальную реабилитационную помощь. Белтис усталюет по одной системе кроке на гуки у каждом областном центре. Первые объекты в Гомеле – Гацар по паралимпийских и дефолимпийских видах спорта и Центр инклюзивной культуры. Подчас презентации товариства инвалидов по зроку закликая организации и инвесторов звернуть увагу на эту инициативу. Больше гуковых кропок дадут больше свободы неведущим. По своей инициативе сейчас систему усталевывают некоторые гомельские гостиницы. Подтримали проект «Национальный аэропорт Минск», несколько больниц и вокзалов в других регионах. Краса России в картинной галереи Гаурея Лавашенко представили работы студентов высшейшей школы народных мастатствов. Она працует в Санкт-Петербурге. Навуршальная установа рыхтует профессийных майстров по 17 профилях прикладного мастатства. Сирот их корунка пляцення, разьба по древе, мастатская вышивка и роспись тканины иконопис ювелирное мастатство. Школа мает 8 филиалов в разных городах Российской Федерации. Дипломные работы их навуршенцев изроблены вручную и один экземпляры. Коллекция уникальных работ богата разностаенностью жанров и формов. Особливую цикавость представляет лаковая миниатюра. Это старожитный народный промысел, который развивался с 18 годов в подмосковном селе Феодоскино. В 1930 годах подняли вопрос, почему бы и не открыть такую сообразную школу, где сохранялись традиции народного искусства, именно лаковые миниатюры. Чуть позже в 1940 годах открылось отделение по жилописи на металлических подносах. Это жестовское искусство. И в 60-х годах примерно открылось отделение жилописи по эмали. Традиционное прикладное мастерство относится до уникального сдобытку России, который не имеет аналога в свете. В опыт и сокрытый мастер заховываются и передаются с поколения в поколение. Был спортсмен и тренер, а сейчас судья высшейшей категории Миколай Нилу означает юбилей 75 годов. Повиншовать его из него народжение пришли сябры, коллеги и выхованцы. Первый судья высшей национальной категории по волейболе выходит в десятку лучших судей республики. Как тренер он выховал шмат чемпионов и титулованных спортсменов. Сирот его учня владельница Кубка Кубков Европейских Краин по волейболе Ирина Железнова, владельник Кубка СССР по волейболе Будюхин. Зараз Миколай Алексеевич изначалевая областную организацию ветеранов спорту. Два годы за пар сирот аналогичных громадских объединаний Украины и она займает первое место. Сдавать позиции Миколай Нилов не сбирается. Нужно жить так, чтобы как говорил Николай Островский, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Мне, например, не стыдно за мои прожитые годы. У меня великолепная жена, она мой ангел-хранитель. И благодаря ей, я считаю, я добился таких успехов в жизни. 75 лет очень большой этап в жизни. Я думаю, что я не жалею о том, как я прожил свою жизнь. Будем работать дальше. Я рада, что такой человек, как Николай Алексеевич, возглавляет тоже ветеранское движение Гомельской области. Это люди, которые своим энтузиазмом, своим поведением, своим отношением к работе показывают, что еще все двигаются, все живы, все здоровы, все эмоциональные, у всех есть свои мечты. Спортивная акробатика – тема чергового в выпуску проекта «Большим спорт». Он выйдет в эфир 21-го красавика. Герои программы – переможцы этапу Кубка Света и призеры чемпионата Европы – Артем Яшенко и Алексей Заяц. Они расскажут про свои самые важные и запоминальные выступления. А так само, как справляться со стрессом, поддерживать форму и чем занимаются акробаты после завершения спортивной карьеры. Смотрите выпуск 21-го красавика в 20-30 на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресі www.tvrgomel.by На это выпуск завершен. Спасибо за увагу и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok